Игромания представляет Обычных двух и чуть большую, чем обычно, карту Помимо этого, игра скачает несколько гигабайт патчев, фиксов и правок В другой вселенной это могли бы назвать Rainbow Six Siege 2.0 Мы же просто учтем, что игра изменится В лучшую ли сторону или в худшую, тут уж, простите за банальность, покажет только время В мультиплеерных проектах со столь разнообразным метагеймом Нужно наиграть несколько десятков, а то и сотен часов, чтобы во всем досконально разобраться Новая карта называется Луна Парк И отличается она, в первую очередь, размерами Обычно в Rainbow Six Siege сражения идут по принципам боя на близкой дистанции Здесь же будет куда больше открытых пространств, которые простреливаются из конца в конец Что это значит для геймплея? В первую очередь, возросшую ценность снайперов Которым в условиях тесных коридоров обычно было не развернуться Во вторую, изменения в самой тактике Ведь контролировать придется куда большую территорию Впрочем, укромных уголков и тесных комнатушек в Луна Парке по-прежнему в достатке Тут уж где вы больше хотите обороняться? В просторных залах или лабиринтах коридоров? Если играете в защите, можете навязать противнику бой на выгодных для вас условиях Бладоркет вообще подыгрывает обороняющейся команде Вот и из трех добавленных оперативников нападающей только один Одна, зовут новенькую Сю Мей Линь, позывной Йинг Служит она в китайском отряде летающих тигров Имеет усредненные характеристики брони и скорости А в качестве особого девайса используют кассетные светошумовые бомбы Их можно лепить на стены, закатывать под дверные проемы и отдушины Ну или просто метать, как обычные гранаты С учетом того, что флешек никогда не бывает слишком много Часто оказывается чертовски полезной Особенно если уметь правильно их применять Еще один член летающих тигров откликается на позывной Лисион И играет от обороны Его фишка раскидывание мин с ядовитыми шипами Кто наступит, получит в ногу отравленный шип Замедляющий движение и наносящий урон Причем действует он, пока противник не остановится И не потратит три секунды на извлечение колючки из тела Мины эти совершенно невидимы Разве что IQ может засечь их с помощью датчика электроники И это автоматически делает Лисиона отличным выбором для новичков Просто раскидайте ловушки и уже принесете пользу команде Не убьете, так замедлите продвижение противника Наконец третья оперативница прибыла уже из Польши Зовут ее Эльжбета Босак Для своих просто Элла И она в обороне играет роль так называемого роумера Не сидит в засаде у точки, а бродит по уровню Стараясь зайти противнику в тыл У нее очень высокая скорость и слабое здоровье А в качестве спецдевайса Элла использует мины с труднопроизносимым названием ГРЗМОТ Мины эти противника ослепляют и ошеломляют на 4 секунды Что позволяет немедленно взять его тепленьким Вдобавок Элла обрежена в тактические боевые лосины И озвучена жутко истеричным и громким голосом Видимо в компенсацию малого роста и несолидного для спецназа возраста Помните в полицейской академии курсанта Лаверн Хукс? Вот, очень похоже Не так давно Rainbow Six Siege отметила юбилей в 20 миллионов зарегистрированных аккаунтов С момента запуска у игры очень вырос порог вхождения Сейчас в нее играют настолько матерые зубры Что новичка будут убивать, убивать и еще раз убивать Пока он не научится хотя бы сносно выбирать укрытие Именно тут прячется тот самый хардкор, на отсутствие которого так модно нынче жаловаться в интернете И несмотря на это, она постоянно держится в топе популярности Steam А заодно и покоряет киберспортивную арену И, судя по всему, останавливаться не собирается Дополнение Blood Orchid призвано улучшить не только производительность самой игры Снизив системные требования и ускорив загрузки Но и запускает новые сервера для улучшения качества соединения Субтитры создавал DimaTorzok